Вот всегда раньше эти хвостики выкидывали, потому что что-то некрасиво получается из этого какая-то еда. Я придумал новое блюдо, чтобы не выкидывать хвостики от лосося. Сейчас посмотрим, будет или не будет. Так, вот такими маленькими кубиками нарезать. Так, положим так на лопаточки. Специально приправа для раклетов. Ну вот, отправляем раклет. Тут у меня, блин, палочка, ручка отвалилась. Буду салфеткой брать, когда горячее будет. А хотя я сварщик, сварщикам пофигу. Сварщики не боятся горячего. Ну, только если я сам горячий. Но я себя не боюсь. Так, одно яичко. Тертый сыр для раклета. Опять приправа для раклета. Немножко остренького. Теперь пусть настоится немножко. Ммм, какой запах. Держите меня сей, а то я сыром съем. Вот, тут жарятся горнельки. Красная рыбка. Моя. О, какая уже красота становится. Тут осталось место для моего сыра. Вот такая сырная котлетка получилась. Потом посмотрим, что получится. Не из сырной котлетки. А этот сыр я сюда положил. Потому что я что-то думаю, а вдруг не получится. А тут обязательно получится. Ах, запах вот какой. Уже красные хвостики у креветок. Просто, просто кайф. У креветочки. Пахнет Новым годом. Немножко жареной картошки. И немножко жареная рыбка. Это перевернулось. Но она так изнутри, с другой стороны, выглядит этой лопатки. Нельзя это выливать. Сок. И как же сыр без раклетта. То есть раклет без сыра. Это мой. Это получилось такой жареный сырочек. Какой он мягенький. Это из лопатки. Это просто остатки. Сейчас. Ну и для красоты, для горнельки. Видите, что чавкаю. Но это так вкусно. Так что, всем приятного аппетита.